ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ О, здорово! Слушай, ты похож на летучую мышь? А ты сам похож на Гарри Поттера? Ну, не возражаю. Так и назовём Гарри Поттер и летучая мышь. Как, ты согласен? Ну, ладно, слушай. Чего? Что, сидишь один, втухаешься. Что ещё раз? Что, втухаешься, один сидишь. Втухаешь? Что такое втухаешь? Объясни мне, пожалуйста. Грустишь, ёж. А, грустишь. Не-не, я не грущу, наоборот, я развлекаюсь. Сколько времени у тебя есть? У меня половина четвёртого, а у тебя? У меня половина третьего. О, видишь? Чтоб на полшестого, да. Где полшестого? Главное, чтобы не на полшестого. Да, действительно. Слушай, так видишь, мы с тобой рядом всё. Ты где-то в районе Урала, получается? Урала, получается, да. В Москве. Ну, а, ты в Москве, да? В Москве, да. Ага, в каком районе ты живёшь? А вот, в московском районе есть. А, в московском районе города Москвы, да? Да. Какие три ближайшие станции метро к тебе? А, в какие? Варсавка, Танавинская и Ленинская. Ага. Вот ты фантазёр, блин. Чего? На ходу придумываешь. Нет, почему на ходу? Назови мне пять крупных, самых крупных станций в Москве какие? Пять чего? Крупных станций в метро. Метро, до хрена. Ну, назови пять крупных станций в метро московского, давай. Да, для меня все они крупные. Все для тебя, да? Да, они все как пять, все крупные. Слушай, ты такой прикольный чел, капец, блин. Ты сто процентов летучая мышь, блин. Ну да, походу так оно и есть. Ты бухаешь, да? Нет, я вообще с детства не пью. Я понял. А ну покажи, что это за шмурдяк, который ты пьешь, называется. Банку покажи мне. Название, название, чтоб там я увидел. Не ту сторону, а другую. Давай, давай, крути, крути. А, БАД. БУД. Да, да, БУД, БУД. А БУД? Где его разливают? Посмотри, что там написано. А я не знаю, я им не плохо вижу. В Казани, блин. Да наоборот, летучая мышь видит. Ты спускаешь такие сигналы, они отражаются, как локация, знаешь. И ты можешь, блин, причем очень часто, знаешь. И ты в темноте видишь, ты так бровь поднял, прикольно. Слушай, чел, тебе надо это, как она называется, в театре. В театре сниматься где-нибудь. Ты такой. Я в театре и работаю. Ты забавный капец, блин. Тебя просто выстави вот Бухова на сцену и все. И не надо никуда ходить, ни в театр, ни в цирк. А, ну, в принципе, так и делают. Молодец. Поэтому как бы это, по билетам всегда урожай. Слушай, давай я это, задам тебе вопрос. Вопрос интересный. Я даже не знаю. Тебе его... Тебе его надо, стоит задавать или нет? Слушай, Путин недавно выдвинул ультиматум Западу. Чтобы НАТО не смело расширяться на это самое, на восток. Как ты думаешь, чем закончится? Путина уже послали, правда, все, кому не лень. Как ты думаешь, как Путин на это среагирует? Да, я не знаю, как среагирует, но по поводу того, что он делает во внутренней полиции, он как бы ничего не делал. А во внешней, ну, он что-то как-то планирует защитить... Защитить... Кого? Россию. От кого? От кого защитить Россию? Да я не знаю. Ну, вообще, я считаю, что он хуеплет. Ну, ты поддерживаешь его внешнюю политику? Внешнюю? Да. Ну, внешнюю вот даже затрудняюсь ответить. Внутреннюю нет. А внешнюю, ну, что он там делает, я даже, как бы, не особо интересуюсь. Поэтому затрудняйся ответить. Ну, вот смотри, Путин, с подачи Путина было убито уже 14 тысяч украинцев на Донбассе. Ты как к этому относишься? Ты осуждаешь это нападение России на Украину? Я был, по-моему, в Казахстане, там сколько народу. Этого мы даже не узнаем. Я понимаю, что вы это не узнаете, вам это никогда не расскажут. Как твое отношение к этому? Какое меня... Нет, мое отношение не против. Ты осуждаешь нападение России на Украину? Ну, я, конечно, вот сейчас-то обычный гражданин. Я не считаю это нападением. А чем ты считаешь? Ну, отправлять тоже Россию в Казахстане, тоже считаю это неправильно. Ну, неправильно. Ну, захват Крыма разве не начинался с того, что Путин отправил свои... Я вообще не компетентен. Что ты? Некомпетентен. Ну, я понимаю, что ты не компетентен. Я просто твое мнение спрашиваю. То, что ты не компетентен, по тебе это видно сразу. Ну, Крым, не Крым. То есть, как бы... Насколько вот я смотрел видео в Ютубе, крымчане, ну, не особо довольны, что присоединились к России. Не особо довольны. И чем дальше, тем меньше довольны. Это правда. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим, осуждаешь ли ты нападение России на Украину, в том числе захват Крыма. Нет, ну, просто в том плане, осуждашь, не осуждашь, но я, как бы, ну, не считаю пока нападение России на Украину. А как ты не считаешь? А зеленые человечки, военные, российские, это был... Это не был захват Крыма? Нет. Ну, отдельные человечки, военные, это все. Но в плане вот этого Донбасса, Луганской Народной Республики... То есть... То есть там не было российских войск, техника там не российская, да? Нет, они были, но они, как бы, благодарны России, я так понял. Кто? Российские войска, которые были на территории Украины, они благодарны России? Я согласен, российские войска благодарны России. Не, не российские, а эти ДНР и ЛНР. Нету таких... Нету таких ДНР и ЛНР, это они так себя обозвали. Из интернета, из Ютуба. Хорошо, то есть ты поддерживаешь вторжение российских войск на территорию Украины, на Донбассе? Ну... Я бы не назвал это вторжением, если так вот, по мне. А Гиркин, Гиркин, ФСБшник российский, с группой вооруженных людей, которые захватывал Славянск, это не вторжение было? Нет, такое я не вкусно не слышал. А, ты не знаешь, что такое Гиркин, Стрелков, не слышал? Нет, нет. А, не слышал. Профитерство, ну, пидарас. То есть, как бы... Ну, это да. Просто мне непонятно... Мне непонятно, почему, так сказать, ты не видишь этого и во внешней политике, в том числе. Нет, во внешней политике мы, как бы, мало просвещены. То есть, во внутренней мы хотя бы что-то видим. Когда открываешь холодильник, ты видишь, опа, внутренняя политика. А внешнюю в окно смотришь, нет, война не идет, никто никого не убивает, значит, непонятно, что там творится. Правильно я тебя понял? Нет, война, может быть, и идет. Но это тоже преподносит так, что миротворцы, вот как сейчас на Казахстан отправили там... Да бог с них Казахстаном, я сейчас про Украину тебе говорю, блин. Мне кажется, однотипно. Да, я абсолютно с тобой согласен. На Казахстане может пойти по тоже военному сценарию. Более того, оно уже пошло по военному сценарию, потому что уже российские войска вторглись на территорию Казахстана. Отправили метапорты. Ты осуждаешь это или нет? Ну, вот против Казахстана я, ну, против того, чтобы... Да и по поводу Украины, то есть это, ну, не было смыслом. Мне кажется, вмешиваться в это все. Понятно. А теперь скажи мне честно, из какого ты Мухосранска? Такое впечатление, что ты где-то живешь в глухой тайге, блин. Ну, почти. В Хаконском районе. Ну, какая это область? Нижегородская. Ну, по поводу до Москвы не особо далеко. Ну да, пол локтя на карте. 200, да. Где-то 28 километров. Ну да, да, я понял. Ну ты же не в самом Нижнем Новгороде, да, ты где-то в области? Нет, в области. Где-то у тебя поселок, село, что у тебя? Деревня? Ну да. У меня от Нижнего 320 километров. У тебя деревня, да, или что? Деревня. Сколько в деревне людей у тебя живет? А я даже не знаю. Ну, немного. Ну, человек тысячу живет или нет? Меньше. Несколько сотен, да? Ну да. А раньше жило больше? Что, уезжают из деревни люди? Ну, раньше было, но от так, да. А почему уезжают? Как ты думаешь? Уезжают больше. Почему уезжают люди из деревни? Потому что там делать вообще ничего. А работы нет. А ты, а ты что делаешь? Как ты зарабатываешь? Ну, по вахтам. А? Вахтам. По вахтам. В Москву. А, ты в Москву ездишь, да, зарабатывать? Да. А что ты в Москве делаешь? Да, благоустройством и строительством. Благоустройством чего? Ну, придомов, территорий, там, садиков, такого плана. Ты имеешь в виду, дворником подрабатываешь? Нет. Ну, как бы нам, собирать бригады. А, или вы типа строительно-ремонтные какие-то работы ведете? Да, да, да. Благоустройство, я понял. А, то есть, как зеленотрест, типа такого, да, там? Да. То есть, озеленение, но это обычно в весенний и осенний период. То есть, зимой ты бухаешь, а потом работаешь, там, несколько месяцев, да? Нет, почему? Ну, а вахты этот... Через месяц, через месяц, два, через два, вот, как это попадет. И сколько ты там получаешь? Ну, не от того много, 30-40. 30-40, и сколько ты месяцев в году работаешь? Ну, это... Паралон. Ну, смотри, если ты полгода работаешь по 30 тысяч, там, по 35, да, то это получается 200 тысяч за год ты зарабатываешь. То есть, если раскидать на 12 месяцев, то, соответственно, получается тысяч, там, по 17-18, да, в месяц, в среднем. Тебе хватает это, чтобы жить в деревне своей, да? Ну, если в деревне жить, то, в принципе, хватает, но хотелось бы и больше. Хотелось бы, конечно. Если бы больше зарабатывать, то да. Было бы еще лучше. Хотелось бы. Ладно, товарищ летучая мышь, если у тебя нет ко мне вопросов, я тебя отпускаю, ты летишь дальше. Все, хорошо. Все. Давай, давай, пока, пока. Человек-летучая мышь, Бэтмен называется. Российский Бэтмен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова